Приветствую всех любителей винограда! Сегодня мы с вами поговорим о выборе сортов. Как обычно происходит выбор сортов, не только винограда, но и винограда в том числе. Первое, вы видели красивую картинку. Особенно вот такие интернет-магазины, где продают очень-очень много всяких растений. Мы видели красивую картинку, там особенно гроздь на весах. Всё, хочу. Хочу, покупаю. И, как правило, дальше мы не смотрим характеристики, ни сроки созревания, ни устойчивости к заболеваниям. Ничего. Хочу. Это первое. Второе, на что можем обращать внимание, на описание. Как правило, такие вещи происходят, если мы идём куда-то в оффлайн-магазин, скажем так. И там, ну, какая-то вот сейчас, например, в тех же садовых магазинах продаётся сажится виноград и минимальное описание. Неукровной. Ну, и дальше там ещё что-нибудь. В одном из прошлых видео я там, где рассказывала про мифы, про виноград, ей немножко касалось тему неукровного. Конечно, каждый решает сам, но рекомендую послушать, потому что есть нюансы. Ну, вот, смотрим описание, там неукровной, морозоустойчивость в лучшем случае посмотрим. При том, что градусы нам абсолютно ничего не дают. Но я вам скажу так, если написано морозоустойчивость минус 24, 100% надо укрывать. Наши зимы, они не ставили неустойчивы, поэтому есть вероятность того, что ваш виноград просто погибнет. Дальше какие-то минимальные характеристики, например, бессемянный. Вот мы так купили, бессемянный виноград сорта корейнко-русская. Шикарный виноград в плане роста. Он, насколько я помню, не особо подвержен заболеваниям. Он действительно бессемянный. Ягода вкусная, но ягода размером с горошину. Вы представляете, что такое ягода размером с горошину. Вы его есть устанете. Это только для маленьких детей, которым надо ручки занять, чтобы они сидели и скубали этот виноград. Вот такой сенькой гроздочкой. Вес гроздей, я не помню, наверное, грамм 50 я взвешивала. То есть вот такой вот, вот такой сенькой гроздочкой, на которой маленькие-маленькие горошки. Да, оно вкусное, да, оно бессемянное. Но я не знаю, кто вывел этот сорт, потому что мы его, конечно же, убрали. Да, он вкусный. Но иметь, простите, с одного куста жменью, когда с другого куста можно получить 30 килограмм, это то, что реально мы получили в прошлом году с куста зилги. 30 килограмм ягод и жменьку, ну, есть разница. И вот вы покупаете, руководствуясь списком каких-то таких минимальных характеристик, проходит несколько лет, вы получаете первый урожай, думаете, что это было? Ну, что это? И для чего? Вы потратили время, у вас занято место на участке, вы ухаживали, в итоге получили. Да, коренька может, может сформировать большую ягоду, если ее обрабатывать гиберелином. Вы будете это делать? Гиберелин не так легко достать. Это раз, да, можно заказать на китайских сайтах. Ну, и честно говоря, мы пробовали, даже гиберелин нам не помог. Соответственно, вот. Так чем же руководствоваться? Во-первых, определитесь, что бы вы хотели, что для вас важно. Ну, понимаем, да, есть сорта технические, это винные сорта, есть сорта столовые, те, которые предназначены для поедания. Ну, в чем разница? Есть можно и то, и то. Но технические сорта, у них нет такого уклона на красоту ягоды, на размер этой ягоды. Там сок отделяется лучше. Вот это технические сорта, но они тоже могут быть вкусные и съедобные. И столовые сорта, там уже более красиво будет ягода, она может быть более крупная, может быть более крупная гроздь. То есть, вот такие характеристики. Ну, есть сорта универсальные. Иногда один и тот же сорт могут относиться к тому, либо к другому, к той, либо другой категории. То есть, определяемся, для чего мы хотим. Мы хотим для вина, кстати, вино из нашего белорусского винограда. Хорошего винограда, если вы правильно за ним ухаживали, может получиться тоже очень хорошее. Без добавления сахара, без добавления воды, без добавления вообще ничего. Только сброшенный виноградный сок, из этого у вас может получиться шикарное вино, если оно из хорошего сорта, за которым вы ухаживали. Так, в прошлом году тоже один из моих виноградов, белый, выгнал свою сахаристость 25%. Для вина это более чем достаточно, и получилось шикарное белое вино. Итак, после того, как мы определились, для чего мы хотим столовые сорта, либо технические, либо универсальные, опять же, определите, что бы вы хотели. Что для вас важно? Урожайность, вкусовые качества, неприхотливость. Да, конечно, ухаживать надо за любым виноградом, но есть винограды, которые больше подвержены заболеваниям. Например, тот же сорт Алешенькин, да, очень хороший сорт. У меня в моих условиях до 700 грамм выходила гроздь. Виноград ранний, виноград сладкий, порядка 40% ягод без косточек. Всё хорошо, но он очень подвержен мучениста России, гораздо больше, чем все остальные сорта, которые имеются на моём участке. Соответственно, его надо чаще обрабатывать, особенно, когда наступает такое время, приблизительно со второй половины лета. Вот стояло тепло, потом пошли дожди, потом опять пошло тепло, и это время максимального развития заболеваний. А это тогда, когда уже ягоды ливаются, либо, может, уже дозревают, когда химические обработки проводить нежелательно. То есть есть опасность, и за ним надо больше уход. Да, красивый, да, урожайный, да, вкусный, но подвержены заболеваниям. Значит, на это надо обратить внимание. Обязательно обратить внимание на урожайность. Уже рассказывала пример с Каринкой Русской, когда мы получаем вот столечко. Мне интересно. Есть у меня винный сорт, белый, шикарный сорт. Очень вкусный, очень сладкий. Он очень рано созревает, раньше, чем все остальные. По виду, да, не суперкрасивый, но вкусный, вот даже просто так вкусно есть. Он немножко подвержен растресканью. И первые годы, пока он у нас был, понятно, мы не стали с него виной. Я его просто съедала, потому что он был первый. И он действительно очень-очень вкусный. Но гроздь порядка, по-моему, грамм 150. То есть, ну, вот такая вот маленькая плотненькая гроздочка. В прошлом году у меня с этого куста порядка 6 или 7 килограмм. Привожу пример Зилга 30. Разница. Да, он вкусный, да, он хороший. Если бы, например, я на своем... У меня был участок не 6 соток, а гораздо больше. Да, посадить несколько таких кустов, например, на вино. Да даже просто на поесть, вот поскольку он самый первый, было бы здорово. Но я понимаю, что в рамках моего участка мне его держать нет смысла. То есть, я его буду убирать, но только по этой причине. И все остальное. Он не особо подвержен заболеваниям, шикарные вкусовые качества. Ну, вот так. То есть, на это надо тоже обращать внимание на урожайность. Если она для вас важна, если она для вас не важна, тогда выбираем только по вкусовым качествам. Ну, и, конечно, срок созревания. Срок созревания, мы понимаем, что если это там 130 дней, например, вот на что, кстати, надо обращать внимание. В те уже сейчас вот приходили журналы рекламные из интернет-магазинов, где продаются саженцы. И ставят характеристики 7-9 месяц, срок созревания. Подождите. Так 7 или 9, это слишком большая разница. То есть, 7-е, это для условий, я не знаю, там, может, Украина какой-нибудь, Южный, Крыма. Но в Белоруссии Гомельская область может быть, Минская нет. То есть, у нас это, там, август. И 9-й, да, то есть, разница сентябрь или июнь. Или, например, стоит 8-й, 10-й. 10-й, это уже октябрь. Там уже могут быть заморозки. То есть, такие сорта. Да, если они нам нравятся по всем остальным характеристикам, у нас есть два варианта. Первый вариант – это при стенке южной, либо теплице. То есть, на это надо обращать внимание. И когда вам просто пишут месяц, я, например, понимаю, что вот в наших условиях, вот в этом месяце, особенно при такой разбежке, ничего не будет. То есть, тут есть другие характеристики дня. Дни. Дни идут от момента пробуждения почек. То есть, 90 дней – это ультра-ранние сорта. 110, 115, 120 – это нормально. 130 – это уже хотя бы при стеночке должно быть. Да, я у себя, когда я даю объявление по черенкам, по саженцам, я прописываю месяц созревания. Но я прописываю конкретно для наших условий. То, что я сама увидела, попробовала, и я знаю, в какое время это созреет. Ну, что, когда вот такие вот большие разбежки, 7-й, 9-й, ну, то есть, хотя бы не поленитесь, посмотрите, реально в наших условиях созревает. Ну, конечно, если там стоит 10-й, то подумайте. Если вы готовы, если вы понимаете, что он будет позже, и как за ним надо ухаживать, то есть, хорошо. Но часто мы видим картинку о красивой ягодке, всё берём. То есть, на это обращаю внимание. Зимостойкость. Коснусь ещё раз. Уже говорила об этом, говорила в других видео. Смотрим неукрывной. На самом деле, в наших условиях будьте готовы к тому, что надо укрывать, либо будьте готовы к тому, что когда-то урожай вы будете терять. Даже, например, такой у нас был сорт, Агат Донской. Хороший, очень вкусный виноград. Такой интересный у него вкус. Очень приятный он по консистенции. Такой хрустящий. Но вот тоже мы его не накрыли на зиму. Притом, я не помню, чёткие характеристики его зимостойкости. Но, по-моему, отобрали мы его из первых, как неукровной. Если у вас есть интерес, можете оглянуть. Так вот, Агат Донской не то, что у него почки подмёрзли, он отмёрз весь на уровне земли. И это куст, который не первый, не второй, а, наверное, год четвёртый или пятый, когда он уже плодоносил и два раза давал урожай. Два раза. То есть, ну, минимум, пять лет кусту. Представьте, всё равно почву отмёрзло. Дальше. Он начинает расти. У растения тоже есть баланс корней и верх. Корней много, верха мало. Питания много. Он гонит эти ветки. Они не вызревают. Жирующие побеги, они не вызревают. Они плохие, слабые уходят на зиму. И следующую зиму, даже при укрывании, у нас проблем. Избавились от этого куста по той причине, что мы не смогли его восстановить. То есть, один год он у нас так вот дал зелёную массу. Уже второй год мы его укрыли. Но поскольку он там был не полностью вызревший, он несколько подмерзал. Опять что-то начинает расти. Опять начинает жировать. В итоге мы поняли, что есть другие сорта, которыми мы можем его заменить. Вот это реальная история касательно неукрывания. А вы уже сами решайте, руководствоваться вам этим параметром, либо нет. Ну вот, основные аспекты я вам сказала при выборе. То есть, не руководствуйтесь только картинкой. Посмотрите ещё хотя бы немножко про этот виноград. Что он, как он. Почитайте отзывы. Ну, конечно, всегда есть возможность посмотреть реальные, видео, как выращивать тот или иной сорт винограда. Например, в условиях близких к вам по нашим сортам я в прошлом году выкладывала видео. То, что у нас растёт, как оно растёт. И рассказывала положительные, отрицательные стороны того или иного сорта. Конечно, в этом году обязательно будет такое же обзорное видео. Прибавятся новые сорта. То есть, всё это будем показывать, рассказывать, чтобы вы могли увидеть это, как оно на самом деле. На этом прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях свои мнения. И до новых встреч. Пока.